Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать этот милый изящный джемпер из меланжевой пряжи с красивым ажурным центральным мотивом и рукавами 3 четверти. Очень женственная модель от бренда, французского бренда Cezanne. Это новинка, появилась совсем недавно. Такая весенняя коллекция. Посмотрите, как мило смотрится данный ажурный узор. Это центральный мотив идет в обрамлении ажурных дорожек. Мы с вами разберем полностью этот узор сегодня. Очень милая, красивая модель. Просто бесподобно, женственно смотрится. Я в полном восторге. Единственный минус, я не смогла найти пряжу меланжевую, как в оригинале. Но я думаю, что вы, девочки, из того, что есть в моем проекте, почерпнете и вполне сможете связать из любой пряжи. Можно вот в оригинале это хлопок, пряжа с хлопком. Одинаково хорошо будет смотреться на любой возраст. Плотная вязка, классический вариант выкройки и рукавчик с окатом. Очень мне нравится эта модель. И мы сегодня с вами сделаем видеопроект. Будет схема, выкройка. Мы подробнейшим образом с вами рассмотрим, как вязать этот узор. Сделаем расчет плотности по образцу выбранному. И мы с вами составим описание на разные размеры. Итак, девочки, если вас все устраивает, Если вас заинтересовала эта интересная модель, сейчас мы с вами посмотрим выбор пряжи. Девочки, для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Ярна Арт Мерина Делюкс 50. Турецкого производства пряжа. Она у нас полушерстяная, 50% шерсть, 50% акрил. 100 грамм, 280 метров. Шикарная пряжа, очень мягкая, совсем не колется, идеально подходит для плечевых изделий, средней, на такой толщины. Хорошо скручена, очень удобно из нее вязать. Прекрасная пряжа, мне она очень нравится. И она недорого стоит, бюджетная. Спицы у меня 3,5. Вот так выглядит наш с вами образец узора. Здесь два рапорта в высоту связаны. Ажурные дорожки, как вы видите, с двух сторон. Вот так выглядит наш с вами красивый ажурный ром. Довольно просто вяжется узор. Можно порекомендовать его для начинающих мастериц. Красивый по центру центральный мотив вот этот. Вот на фоне лицевой глади смотрится просто великолепно. Я нарисовала схему. И, в общем-то, без проблем схема максимально приближена к оригиналу. Прекрасно ложится в этой пряже наш мотив ажурный. Очень красиво и все это интересно смотрится в ажуре. Мне нравится оригинальная задумка дизайнера в обрамлении вот таких красивых ажурных дорожек. Очень красиво смотрится этот ажурный ромб. Тем более он такой простой. В общем-то, несложно вяжется. Начинающие вполне справятся. И довольно эффектно смотрится. И я хотела бы еще вам в качестве альтернативы, поскольку оригинал у нас связан из хлопковой пряжи, порекомендовать вот эту пряжу. У меня нет такого цвета нежно-насыщенного розового, как в оригинале. У меня есть пряжа фирмы Ализе Котон Голд Пратика. Видите? Вы знаете, она по толщине подойдет к этой пряже. Я не сказала, мне траж ее. Давайте посмотрим. Тоже турецкая пряжа. В составе у нее 55% хлопок и 45% акрил. Турецкая. Так, это я сказала. В 100 грамм 220 метров. Турция. Вы знаете, по толщине и по структуре они очень похожи с той пряжи, с которой я вязала образец. Вот посмотрите. Видите? Я думаю, что вы будете удовлетворены, если захотите заменить хлопковой нитью, то можете воспользоваться моим предложением. Только цвет, конечно, выбрать по своему желанию. Этот цвет пыльной розы, он, в общем-то, не совсем подходит к оригиналу. Да? 20 рядов. Затем повторяется с первого ряда. Условные обозначения здесь тоже довольно-таки понятные. Значит, горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная – это лицевая петля. Кружочек, накид. Вот эти треугольнички прямоугольные – это две вместе лицевой с наклоном вправо, и это две вместе лицевой с наклоном влево. Вот такие очень простые условные обозначения. Делайте скрин экрана, сохраняйте схему, девочки. У нас есть выкройка. Вот так выглядит выкройка. Здесь стоят не все размеры. Все размеры я всегда озвучиваю в расчетной части. Там все более детально мы разбираем с вами. В расчетной части мы попетельно делаем расчет. Я рассказываю, как сформировать пройму, как вырез горловины, как связать рукав и так далее. И все это у нас вот в такой вид превращается в текстовое описание, которое я выкладываю под видео. Значит, у нас будут с вами сегодня использоваться размеры 42, 44, 46, 48. Это российские, я сейчас называю размеры. И затем у нас будет размер 50, 52. Будем разбор делать. И европейские размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46. Все это описание я выкладываю под видео для вашего удобства, девочки. Здесь все очень подробно расписано. Все ваши действия по вязанию. То есть это полноценная инструкция по вязанию, которую вы всегда сможете воспользоваться. Она будет размещена под видео. Итак, моя хорошая, сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 32 петли. И мы будем с вами вязать первый ряд. Кромочная. Промежуточные 4 лицевые. Вяжем узор. Узор начинается. В нашей ажурной змейке вяжем 2 вместе лицевой с наклоном. Влево накид. И вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Накид. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В ажурной дорожке 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Связали первый ряд. Второй ряд. И все четные. Вяжем как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Узоры. Кромочная. 4 лицевые промежуточные. Вяжем раппорт узора. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых. 1. 2, 3, 4, 5. Накид. Лицевая. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Лицевая. Лицевая. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Связали мотив. 4. 4 промежуточные лицевые вяжем. Кромочная. Изнаночная. Четвертый ряд вяжем как смотрят петли. Вяжем 4 промежуточные лицевые. Начинаем раппорт узора. Наша змейка. В нашей ажурной змейке вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая. Изнаночная. Снова лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Снова лицевая. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Связали мотив. И у нас 4 промежуточные лицевые. Кромочная и изнаночная. Связали пятый ряд. Шестой ряд вяжем как смотрят петли. Седьмой ряд. Вяжем. 4 лицевые. Мотив. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная лицевая. Изнаночная лицевая. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Ажурная дорожка. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И промежуточные 4 лицевые. Кромочная и изнаночная. Связали седьмой ряд. Переворачиваем восьмой ряд. Вяжем как смотрят петли. Девятый ряд. Вяжем. Кромочная. 4 лицевые. Промежуточные. Вяжем узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. Накид. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. лицевая накид 2 лицевые ажурная дорожка 2 вместе лицевой с наклоном влево накид и 4 лицевые промежуточные кромочная изнаночная связали 9 ряд переворачиваем 10 ряд вяжем как смотрят петли 11 ряд вяжем 4 лицевые вяжем узор делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3 лицевые 1 2 3 накид лицевая изнаночная лицевая изнаночная далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с наклоном влево снова изнаночная лицевая изнаночная лицевая делаем накид 3 лицевые 1 2 3 и наш ажурная дорожка накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо связали мотив 4 лицевые промежуточные кромочная изнаночная связали одиннадцатый ряд переворачиваем 12 ряд вяжем как смотрят петли 4 лицевые начинается ажурная дорожка 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 4 лицевые раз два три четыре накид лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с влево лицевая изнаночная лицевая накид 4 лицевые 1 2 3 4 ажурную дорожку вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево накид мотив связан осталось 4 лицевые и кромочную связать изнаночной связали 13 ряд переворачиваем 14 ряд вяжем как смотрят петли 15 ряд вяжем кромочная 4 лицевые промежуточные вяжем узор накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид лицевая изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с наклоном влево изнаночная лицевая накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 связали дальше идет ажурная дорожка накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо мотив связан осталось 4 лицевые кромочная изнаночная связали 15 ряд переворачиваем 16 ряд вяжем как смотрят петли 17 ряд вяжем 4 лицевые мотив 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая накид 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 вместе лицевой с наклоном влево накид и 4 лицевой переворачиваем 18 ряд вяжем как смотрят петли 19 ряд вяжем кромочная 4 лицевые 1 2 3 4 накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 2 3 4 5 6 7 делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова 4 лицевые 1 2 3 4 кромочная изнаночная 20 ряд вяжем как смотрят петли и так наш узор связан сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца горячим паром обдаем наш образец тянем его по вертикали и по горизонтали он очень влажный девочки и пластичный сейчас наше полотно влажный пластичный хорошо растягивается и вырисовывается наш я бы хотела еще заострить внимание на том что нам надо вот эти края вы тоже выпрямить потому что они сильно закругляются итак оставляем расправленном состоянии сохнуть образец и так наш образец девочки высох давайте сейчас измеряем его ширину для расчета плотности нам это требуется расправляем его как он у нас лежит и так у меня значит ширина 19 сантиметров берем счетную машинку калькулятор и 32 петли в аэропорте ну в нашем узоре разделить на 19 сантиметров получаем 1,68 ну 1,7 надо обязательно эти цифры записать что в одном сантиметре плотность получилось в одном сантиметре 1,7 петель у нас умещается теперь вторая цифра вертикальная плотность здесь у нас вот небольшой такой изгиб поэтому будем чисто лицевую гладь измерять так проще 15 сантиметров у меня получилась высота образца и надо четко определить сколько рядов у вас связано так девочки у меня связано 39 рядов я один ряд не довязала во втором раппорте и мы делим на 15 сантиметров полученных получаем 2,6 по вертикали давайте запишем также в одном сантиметре две целых шесть десятых ряда ряда эти важные цифры нам понадобятся сейчас в расчетах смотрим выкройку вот такой выкройку меня девочки будет сегодня используется в расчете мы будем с вами сегодня составлять описание для размера 42 44 46 48 50 52 это российские размеры и перевод их в европейские путем вычитания цифры 6 итак у нас с вами первый размер составляет 47 сантиметров ширина спинки переда то есть у нас спинка перед вяжется одинаково различие лишь в глубине выреза горловины у переда он конечно глубже начинаем мы значит лицевой гладью спинку вяжем делаем планочку снизу вверх вяжется деталь и вяжется резинкой один на один на высоту 6 сантиметров затем значит по спинке переходим на лицевую гладь на определенной высоте если вы будете брать длину как у меня у меня на средний рост длина составляет 58 на второй размер 59 на 3 60 сантиметров общая длина изделия вот и в общем то будем использовать размеры в таком случае после планки 32 31 с половиной 31 сантиметр в зависимости от размера вот мы будем формировать пройму для проймы у меня для 5 сантиметров в ширину это будет закрытие 8 9 и 10 петель в зависимости от размера далее на вырез горловины у меня приходится значит по ширине 34 36 38 петель и конечно интересует вопрос как я это все считаю да очень просто мои хорошие значит вот смотрите глубина выреза проймы составляет 5 сантиметров я использую первый размер значит мы 5 умножаем с вами на нашу плотность по горизонтали в одном сантиметре 1,7 петель то есть мы 5 умножаем на 1 из 7 получается вот 8 с половиной петель да то есть это и есть петель на эквивалент но я взяла 8 на второй размер на петлю больше и на 3 на 2 петли больше вот так же я считала вырез горловины то есть вот если у меня ширина идет 20 сантиметров на маленький размер 20 сантиметров умножить на плотность по горизонтали 1 1 из 7 это 34 петли и соответственно чуть больше я брала на 2 петли на второй размер и более широкой на третий размер 38 петель и все что осталось у меня значит это были петли плеч 15 18 и 21 точно так же я считала первоначальное количество петель которые мы набираем на спинку перед то есть 47 я также умножал на плотность по горизонтали получала число 80 и 53 на 1 из 7 будет 90 58 с половиной на 17 будет 100 петель спинка очень просто вяжется лицевой гладью у переда у нас присутствует тот красивый узор которому только что с вами связали и я распределял петли вот таким образом девочки смотрите ширина нашего ажурного мотива составляет 22 петли вот 22 петли ширина мотива он у нас пациент из двух сторон он окружен лицевой гладью ну соответственно кромочная справа кромочная слева у меня получился такой расклад по центру 22 петли на все размеры а с двух сторон симметрично первый размер 28 по 28 петель второй размер по 33 петли третий размер по 38 петель это лицевая гладь и ажурный узор 22 петли в середине вот таким образом у нас располагаются с вами узоры теперь переходим на рукав рукав вяжется тоже лицевой гладью также как и спинка сразу после платки который мы вяжем на высоту 3 сантиметра у нас идет резкая прибавка до на 30 петлях то есть плюс 30 петель сразу прибавляем и вяжем лицевой гладью по прямой на ту длину которая будет вам характерна для вашего роста я взяла 32 сантиметра до оката то есть у меня общая длина рукава это три четверти рукав то составляет плюс 3 планка 45 с половиной сантиметров это вместе с планки с планкой и вы конечно должны эту длину под себя откорректировать обязательно окат у меня не глубокий такой невысокий на 10 с половиной сантиметров также эту мерку вы можете если вы хотите повыше до окат сделать в принципе она у нас может быть и 13 с половиной до и 14 с половиной то есть по желанию пожалуйста делайте ту длину оката которую вам будет нужно вот самая широкая часть рукава у нас ну вот сразу после планки составил в петельном макевиваленте 72 петли 74 76 петель я взяла как считала также вот 20 но я взяла 20 40 сантиметров 40 сантиметров первый размер на плотность 1 из 7 получилось вот у меня 68 а если 41 на 17 вот пожалуйста 70 да то есть вот я взяла 72 петли девочки 72 петли на второй размер 74 и на 3 76 петель понятно как считала то есть вы в принципе здесь можете 70 петель взять то есть по своему желанию делаете но вот у меня на две петли больше получилось знаете почему больше ну чтобы общее число на все размеры здесь было целый 30 петель а так вообще-то здесь должно быть 70 то есть на две петли меньше я не думаю что эти две петли какую-то критическую сыграет роль вот понятно да как считать теперь про вертикальную плотность мы ее считали и теперь для новичков непонятно как ее применить объясняю вертикальная плотность нужна для того чтобы любой вертикальный размер на выкройке вы перевели в ряды для этого необходимо вот на примере рукава у меня нарисовано от планки до оката стоит длина 32 сантиметра равно 84 ряда что это значит это значит что я наши 32 сантиметра умножила на плотность 2,6 по вертикали и у меня получилось 84 ряда но всегда берется в четное количество четное количество рядов всегда так изображается так считать удобнее вот то есть получается что все вертикальные сантиметры переводите в ряды и вяжите порядок считайте ряды девочки они измеряете сантиметром свое полотно для чего это применяется дело в том что после стирки изделие вытянется понимаете вытянется и она станет более длинным чем вам хотелось бы вытянется рукав придется перевязывать до вытянется длина изделия получится вместо джемпера туника девочки если вы примените вертикальную плотность то у вас практически идеально совпадят совпадет та длина которую вы наметили первоначально для своего изделия бывает конечно моменты когда там на 23 сантиметра у меня было отличалось но это не точность измерения то есть погрешность она всегда присутствует это бывает не часто обычно у меня все совпадает практически до одного сантиметра погрешности бывает вот такая вот четкость бывает очень тщательно относитесь к расчету плотности да то есть не игнорируйте вот эти цифры считать очень тщательно все делаете девочки до сантиметриков там все вымеряйте вот это очень важные числа то есть если вы используете другую пряжу пожалуйста не поленитесь свяжите образец какой мы с вами вязали из той пряжи которая вам нужна будьте из которой будете вязать им еще раз перемерите плотность что потом не оказалось что изделий слишком широко слишком длина и так далее да ну в принципе мои хорошие прокат я ничего не сказала будет ссылка под видео на статью как считать окат рукава для новичков сразу говорю делайте выкройку в натуральную величину это очень легко сделать просто вот эту часть оката рисуйте от руки можно даже на широком листе бумаги значит нарисуйте ширину то есть вот там у нас 40 сантиметров будет но не обращаем внимание эти 5 ну а может быть и 5 да потому что здесь 20 высота оката кстати я не говорил про высоту оката про высоту проймы то есть тут у нас получился 40 21 с половиной 23 сантиметра высота проймы получается по размерам вот итак берете ширину в натуральную величину и от руки рисуете вот какого здесь такое как бы приблизительный расчет я не думаю что здесь нужно какие-то сложные построения выкройки я никогда этого не делал девочки я стали рисовала от руки и все отлично садилась все отлично но если вы прям такой знаете миллиметровщик миллиметровщик можете рисовать по формулам вот эту выкройку рисовать какие-то тут вот вычисления сложно и делать это все можно конечно конструктивно подойти очень так скажем дотошно к расчетам пожалуйста пожалуйста можете и так в принципе можно рисовать такой окат и потом использовать его для дальнейших каких-то моделей то есть не одноразового применения скажем тогда но а для новичков вот так по простому объясняю рисуйте а это так от руки и в общем то чтобы похож был да или когда вяжете полотно каждый раз прикладывайте к это выкройки и вам будет понятно что вот например в следующем ряду вам надо закрыть одну петлю да потом хоп приложили опа а здесь уже более такой крутой идет да то есть надо уже 2 петли закрыть то есть это вот так делается а вообще образно на три части делим условно да вот в этой части у нас идет значит сразу также как у проймы закрываем там допустим 6 петель до первоначально затем по одной петли вот этот участок идет закрытие в каждом втором ряду по одной петле затем у нас вот в этом участке втором я так его назвала идет по 2 петли уже закрытие и вот на этом самом пологом участке по 3 петли мы закрываем это вот образно так я вам рассказала вкратце вкратце никогда я не заморачивалась каких-то там особые анатомические рукава вот эти окаты рисовать это не для меня я про это ничего мы говорить не стану но вы можете на эту тему очень много статей написано очень много книг написано читайте образовывайтесь в общем и рада если вы будете делать все досконально точно ну а сейчас на это значит ноте я в принципе вам рассказала все как могла все все вот эти расчеты видеть текста у меня оформлены инструкцию который я выкладываю под видео и я думаю что вы там все это прочитаете более детально и более подробно в виде текста под видео еще раз повторяю на и давайте девочки прощаться с вами до новой встречи желаю вам удачно связать эту красивую модель